Иван Иванович Ступак в политику попал после отставки с поста областного начальника милиции. О его грядущем увольнении начали говорить вскоре после того, как он зарекомендовал себя матерым дилетантом. Ступак предъявил всему городу фотографии только что задержанных подозреваемых в совершении более 20 жестоких убийств, чем серьезно усложнил работу следствия. Как и многие чиновники средней руки, которые мечтают о политической карьере, но понимают, что харизмы у них маловато, Иван Ступак решил увеличить свой рейтинг, возглавив общественную организацию «Закон и честь». Благо, о продвижении своей организации Иван Иванович побеспокоился заранее. Он разместил за спиной крылатого милиционера на входе в областное управление милиции надпись, которая совпадает с названием его организации «Закон и честь». Этот рекламно-скульптурный объект острословый из органов и прозвали «Шизокрылым Серафимом». В обнимку с «Законом и честью» Иван Иванович отправился к руководству областного отделения партии регионов за местом в предвыборном списке. Но регионалы потребовали доказательств политической состоятельности соискателя Ступака. Иван Иванович в ответ организовал митинг в Севастопольском парке. Где он искал активистов и чем с ними расплачивался, доподлинно неизвестно. Но те не знали даже, какую организацию они представляют. Поддерживаю свою организацию, вышел и помогаю ей, так сказать. А организацию какую? Ну, я не помню точно название, не буду коверкать. То есть вы состоите в организации название, которое не помните? Не помню я, что я виноват. Часть активистов оказались рабочими, в добровольно-принудительном порядке, согнанными на митинг Ивана Ивановича. Еще часть активистов сидели по автобусам и ждали, когда же закончится нудный митинг. Были и идейные сторонники, которые врали, стеснялись этого, но не врать не могли. Просто жители города Вольногорска. Пенсионеры, учащиеся. А как учащиеся решили вопрос с обучением? Сегодня же учебный день. Ну, так, какие учащиеся? Бывают там у них и выходные, и все. У нас в Вольногорске бывают по вторникам выходные? Два человека у нас учащихся, они отпущены, все нормально. Учащихся какого заведения? Здесь учащихся нет. Вы же сказали только что, что у вас двое учащихся. Я ошибся. Нет, учащихся здесь, все нормально. Впрочем, тон задавал сам Иван Иванович, который врал прямо с трибуны. У нас возникли масса неприятностей с правоохранителем органы. И даже сегодня, на этот митинг, они не дали возможность собраться нашим членам ассоциаций, которые ехали с других районов. А как же делегации из Никополе-Верхнеднепровска, существование которых подтверждено нашими съемками? А ведь наверняка были еще и другие. Губернские хроники поймали Ивана Ивановича на грубом вранье и организации фальшивого сборища, которое дискредитировало митинги как форму общественного протеста. Однако иска по этим обвинениям мы так и не дождались. Наверное, Иван Иванович с нашей оценкой вполне согласен. Но самое главное, ступак высек себя как унтер-офицерская вдова, когда в ораторском пылу дал заранее невыполнимое обещание. Сегодня вы выступите буревестниками, вот теми, которые разлетятся по своим домам, по своим квартирам, по своим районам. 27 марта мы должны собрать 100 тысяч человек. 27 марта митинг в Днепропетровске действительно состоялся. Регионалы бравому полковнику поверили. Правда, о 100 тысячах участников речь уже не шла. Ступак подрядился привезти на фестивальный причал 15 тысяч человек. Еще 5 тысяч обещали обеспечить регионалы. Однако бравый полковник соврал и здесь, приведя не больше тысячи своих сторонников. Великий русский писатель Лев Николаевич Столстой любил повторять. Человек подобен дроби. В знаменателе то, что он о себе думает. В числителе то, что он есть на самом деле. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь. Применим формулу русского гения к Ивану Ступаку. Знаменатель – это его обещание собрать на митинге 100 тысяч человек. А в числителе реально пришедшее количество людей от его организации. Сделаем ему комплимент. Тысяча участников. То есть Иван Иванович, как политик, представлял себя титаном. А оказался в 100 раз меньше, чем сам себя оценил. Политический карлик, да и только. Впрочем, это тоже оценочное суждение. Субтитры создавал DimaTorzok